Десять часов утра у дома на улице Кирова 21 работает техника. Сотрудники ТСК МОСЭНЕРГО устраняют аварию на теплотрассе. Во время подачи отопления в квартиры подземные коммуникации дали течь. Люди остались в холодных квартирах. На встречу с ними пришли депутаты, сотрудники администрации, чтобы проинформировать о сроках ремонтных работ. Обещали сегодня дать. Начали хотя бы ремонтировать. Так все хорошо. Обещали дать, обещали в дальнейшем предупреждать об этом. Самое главное объявления какие-то давать. В общем-то поговорили, объяснились. На данный момент проблема с отоплением зафиксирована в 87 домах. На всех участках сегодня работают усиленные аварийные бригады. Около полусотни рабочих и инженеров. Специалисты называют ряд причин, из-за которых должное тепло не попало в дома. Помимо прорыва теплотрассы – это образование воздушных пробок в системе отопления. В целом мы в день проходим по больше 60 адресов. Я думаю, что по задаче главы городского химии Тулаевича Волошина мы должны завершить все пуском младшином мероприятия, чтобы все жители городского химии были обеспечены центральным отоплением горячей водой на 100%. Одна из самых проблемных ситуаций сложилась на левом берегу. Перебои в отоплении были в домах на улицах Совхозный, Пожарского, Библиотечный и Зеленый. На сегодняшний день регулировка параметров отопления завершена во всех 23 домах. Здесь работают специалисты ТСК «Мосэнерго», которые продолжают устранение неполадок и по другим адресам округа. Мы не уходим, можно сказать, с рабочих мест, пока мы проблему не решим. Планируем и ремонтные работы завершить, скорее всего, к 16-му отчеству и после этого, если будут какие-то там жалобы единичные конкретно с этими адресами, мы будем отрабатывать. Для быстрого решения проблем с отоплением в городе глава химик Дмитрий Волошин развернул оперативный штаб. Все коммунальные ресурсы округа совместно со специалистами ТСК «Мосэнерго» работают в круглосуточном режиме. На совещании обсудили каждый дом, который остался без тепла, причину и дату, к которой проблема будет устранена. Из 198 квартирных домов у нас на сегодня уже остается в работе 97 – это домов, которые с низкими параметрами, где требуется регулировка либо ТСК, либо прочая компания. Основная часть – это все ТСК «Мосэнерго». Люди сидят дома, маленькие дети, пенсионеры, и просто жители, которые приходят с работы, не хотят попадать в холодные квартиры. Поэтому никого не волнуют вот эти нюансы, детали, о которых мы говорим с вами. Людям просто нужно, чтобы у них было тепло. В этом году по поручению губернатора Андрея Воробьева в Химках начали трехлетнюю программу модернизации теплосети. В 2023-м завершили первый этап. Заменили 15 участков трубопровода протяженностью более 4 километров. Отремонтировали еще более 100 километров сети, а также модернизировали 13 котельных и 88 тепловых пунктов. Работы по инвестпрограмме завершат до конца 2025 года. Отремонтируют всю старую теплосеть. На 42 участках заменят на новую. Александр Сергеев, Дмитрий Бочаров, Вильферд Домковский. Новости Химки ТВ.